Короче, садись. Бро, я знаю, что тебе понравится. Короче, все щеглы, которые не знают этого человека в лицо, как бы сразу бан. То есть, если вы что-то там скажете, то это будет сразу залет. Брюсыч, родной. Мишкир. Привет. Кто Брюс? У тебя уже... Нет, я не Брюс уже. Да, вы уже совсем взрослый стали. Совсем взрослый стали. Это Брюс? Это Брюс. Он же Игорь Андреевич. Это Брюс. Он же Игорь Андреевич. Кстати, мы будем играть в Старкрафт, нет? Ну ты... Слушай, я сейчас понял, что происходит. Да, тут у нас хорошие соседи есть. Чем ты занимаешься? Ищу себя по жизни. Пробую разные вещи. Какие вещи? Ты меня пугаешь. Наркотики это не выход. Не надо. Алькоголь тоже ничего не спасает. Хотя мы чуть-чуть выпили вина. Ну вот, а я об этом и услышу. Доносится отзывки. Это Русбрейн. Я против гол. Против, против. Я нет. А? Хорошо. Еще вечер будет. Да, да, будет. Чем ты занимаешься? Ищешь себя? Каким образом? Какие у тебя сейчас активности? Во что ты вовлечен? Планетарий в Санкт-Петербурге. Здесь, собственно, команда ROX и рекламное агентство PowerDax. Ну и сейчас пытаясь там... Там было немножко в ресторанах, немножко в ритейле. Слушай, это была ошибка. Не надо идти в ресторан. Просто это как бы... Это не тот опыт. И это не на том уровне. Делали какие-то вечеринки, привозили диджеев, делали... Ну, вообще, в принципе, мне очень интересно с музыкой работать. Сейчас будем делать несколько видеоклипов для одного нового рэпера, который там взлетел. Ну так, а сам думаю, что вообще делать в гейминге, как сюда вернуться, что тут... Но, как бы, я не чувствую его. В смысле, не чувствую, что сейчас в МТС инвестиции, в Теледва инвестиции. Наверняка, какие инвестиции? В Сабер Херония они запустили стриминговую турнирную площадку. И вообще не в теме, да? Не, я видел, это же... Ну, и к тому, что ресурсы есть. Ой, они даже не могли за офис заплатить. Они сидели у Касперского, их выгнали. А какие там инвестиции? Нет у них денег в Теледва. Они же дешевле и чуть дешевле. В смысле, а у них же ростелеком. У них же бюджеты наверняка государственные. Ну нет, им не там... Ростелеком и БТБ владеют. А кем нужна отдача, понимаешь? Акционеры. Там не дают деньги и тратят, а там надо зарабатывать. Очень тяжелая там ситуация. Хорошо, но МТС, Рунча, Гамбит. А я тут при чем? Там уже все хорошо. Там 10 миллионов, кажется, долларов у них на... Вот зачем им я? Ну, как эксперт. Они сами себе эксперты. Ну, все... Предумаешь, они все знают. Ну, все все знают. Все все знают. Как это может быть? Слушай, ну... Надо быть внутри системы для того... Ну, то есть ты должен пойти работать в МТС для того, чтобы кто-то делал. Ты не рассматривал этот вариант? Я отказался, да. Может, ошибочно. Может быть. А может, нет. Ну, как бы, как показывает практика, я не делаю ошибочных отказов. Ну, то есть потом просто это то, с чем ты не... Ну, то есть там... Когда ты отказываешься от одного пути, появляется другой путь. Вот. Понимаешь, я же не работал никогда в корпорации. Пусть ты даже будешь директором, там, из хорошей зарплаты и так далее, но... Ты же очень много времени тратишь на политические и административные вещи. Так ты же по политике специалист. Там просто нужна четкость, видимо, и постоянство, которого мы сами не хватаем. Ну, мне, да, у меня душа, мне нужна... Раздолбай ты просто, если у него... Уткина-то шоу от формата. Ну, у меня... Я не говорю, что я молодец с чего-то. Инсайды, скидываем акции. Это открытая информация. У них в релизе, кажется, 10 миллионов был заем. Нет, это открытая информация. Молодец, кто спалил. Нет, это открытая информация. Ну, теперь открытая. Е-е-е-е. Хорошо. Так, что еще, что еще? Очень, очень много всего. Ну, у нас здесь тоже все хорошо, если тебе интересно. Ну, смотри, футбол лучше себя можем подогнать качественно. Ну, я видел. Хороший менедж, прикольный. Дизайнер поработал. Дизайнер один. Все это сделал. Все сделал один дизайнер? И он еще сделал стрим-тест и много всего, прикинь? Как савелий посарался. Хороший человек. Он закончил высшее учебное заведение. Он сварщик авиационный. Ну, понял. Ну, не завтра. Ну, хорошо, поделись. Как вы? Насколько хорошо дела? Ну, не, ну, как обычно. Ну, с ровненько все. Просто ровно? Просто ровно. Хороший. Вот на панели, вот на сцене, короче, вчера была панель, сидели коллеги из вас, сидели коллеги там из Ютуба, из ВКонтакте, товарищ, который очень странный, мега странный чувак. Маленькие, где-то 23-24 года, никакого опыта, немало понимания и очень много фантов. То есть, в ВКонтакте, они же самые классные. Здесь свою фразу начинала с того, что, к слову, мы, как напомнишь, что я был, как филипфан в Питере с Асу. С Асу, с Асу, это Асу, это С. В общем, там была интересная мысль от Володина, который, как обычно, везде, везде, да, вот он сказал, смотрите, как интересно, у нас есть, там, один из зрителей говорит в Асту, типа, зачем вы тратите, там, 5 миллионов рублей, если у вас там сайт не готов, и он падает, как только к вам приходится писать человек. Просто рандомный чувак, новый чувак из зала, вот. Человак из вас, ну, там, он нормальный, адекватно пытается, да, ну, сложная ситуация. Вот, ну, понятно, что платформа типа спустилась, нужно время, бла-бла-бла-бла-бла-бла, и Володин говорит, удивительно, у нас есть две платформы, у одной есть продукт, но нет маркетинга, у других есть маркетинга, но нет продукта. А мы что-то придумываем. Но это все, конечно, это нечем придумывать. И вы не думаете? Не, не придумывать. Придумать можно было два года назад, когда... Ну, я не хотел придумывать. Нет, нет. Нет? Нет, нет. Там было несколько подобных пометов. Да, но этот был самый правильный. Почему? Потому что там было все открыто, и... Верху... Ну, там все было прозрачно, там были... Там были френдли и витеки людей. То есть там ситуация, которая контролировалась. Ну, я об этом не знал. То есть я знал, что занимают. Ну, как в смысле... Не, стоп. Сейчас он, наверное, будет рассказывать, что он все знал, что он говорил. АНК поначали работать. Просто в маркетинге не могли, они сучили инвестиции. Поэтому... Но люди ушли в итоге. Понимаете, какая компетенция у человека? Что он делает в киберспорте? Да. И чтобы это до конца все... Чтобы... Если бы предупреждали, где зарабатываются деньги сложные, значит, ранее уведомляли, уведомляли на освоение, было бы удобно. Тем не менее, в киберспорте все равно будет продолжаться развитие. Новые игры, переиздания, большее количество зрителей. Ну, вы-то вообще... Вот какие новые тебя радуют? Шуч, при чем здесь я? При чем здесь я? Просто, например, PUBG. Он мне ненавистен. Он симпатичен. Ты меня чуть не втянул. Ты мне даже предложил сыграть. Я не могу... Если я играю, то он хороший. То есть, ты понимаешь, что, например, курение это плохо, когда вот после... Ну, бросаешь, и он проходит какой-то промежуток времени. Заранее. Нет, ну, когда ты куришь, тебе хорошо. Прикольно. Вот. Так же самая ситуация. Школьные вещи плохие. Не, а почему? Варкаст отлично. Ну, тоже, знаешь, я знаю... Ты сейчас еще... Отлично играю. Играю отлично. Я только... Я скачался, нормально, я был скампом. Не играю, что вы же делаете? Я играю, а один ходит в традиционную бюджет за сумму. По твоей тактике еще тогда, когда я в чемпионат играл, а ты мне быстро по телефону объяснил, что сделать. Я тут эти места там, газарин, вроде из нас. Помнишь? Кто-то меня пробрил, CE, или кто-то... Какая-то вообще халява была, да? Ну, вы уехали в один клуб на какой-то... А, одновременно было два турнира. Два на два и соло. Два на два были более жирные, потому что там люди... Там их было больше. Это все было по взносам. И там были чуваки, которые играли постоянно два на два. Чемпионат России, что-то такое. Ну, там, короче, было, наверное, человек 18 или что-то в этом роде. Смысл в том, что почему-то все люди, которые не играют в соло, но играют два на два, они постоянно думают, что они чемпионы. Да. Вот. А когда два соло человека объединяются и немножко тренируются... Короче, это был самый сок. Когда вот приходишь там с Пипсом, например, на квинтурик 2 на 2, по 200 рублей скидываются пацаны, и вы такие тыг-дым-тыг-дым, придумали что-нибудь, и все. Вот. Ну, а я просто пришел. Просто пришел в М19, ты постоянно там был. Ну, а я пришел поиграть в Старик, смотрю, компы заняты под турнир. Я говорю, что надо сделать, что зависит за комп. Под турнир. Ну, ладно, думаю, сейчас играю, вылечу. Буду играть в Старик. Я спросил, я знаю, Lost Temple, но и хуманы похожи на тиранов. Понятно, ходят, гуляют. Помнишь, там, Греклмена, Медики, потом Греклзи. Да, был такой звонок в Lost Temple. Сколько? 3-3? Да, это 3. Ой, ну хорошо, давай, следующий какой-нибудь вопрос интересный. Планы, наверное, ты не строишь никакие, да? Слушай, ну, у меня время, вот сейчас будет майский праздник, и тогда можно будет строить планы. Сейчас в Белгород не хочешь приехать на майский? Да нет, потому что я отменил выезд в Италию. О, где мы, где Италия? Брау, точнее. В Италии, где мы? Кроу приедет. Кроу. Кроу приедет, да. И мы хотели с ним увидеться, там есть 5 компаний. Плюс у меня здесь остаются сотрудники, которые не едут в отпуск. Мы хотели в такие сессии по Брейксторму, там, посетать новые какие-то возможности. Ну, только мне, конечно, на будущее. Вот, и приехать из Белгорода. Или где остановиться. Там просто из Москвы приезжают люди. Мы так работаем вообще. Я понимаю, но нужно как-то вставить такую ситуацию. Паня здесь есть в Москве. Когда? Моют. Моют, да. Спать есть. Собственно, есть даже, у меня же есть целый компьютерный, ну, не компьютерный клуб, у меня есть хата, где стоит много компов. Бутхэмп лойлерский или что-то, да, да. То есть 10 компьютеров нормально. Ну, да, нам 10. Ну, нам не нужно, поиграем там. Со мной подтянем к ним знакомым. Подтянем там, турик какой-нибудь, может, устроим. Ну, бакханальный вообще. Слушай, быстро вот новость я тебе расскажу. Стримфест. Думал, минусовая будет по, ну, по времени-то боксами, по финансам там нормально. Хорошо, вчера почти в ноль. Во-первых, подошел товарищ, который поинтересовался, почему турнир по PUBG нет. Я сказал, ну, нерентабельный. Он, ты должен был сказать так. Вот он говорит, давай, все, все. И? И? И призовой фонд 100 тысяч рублей выделяет у нас будет либо турнир, либо лига по PUBG. Сегодня стало известно, что пацаны там самые разные накидали средств на следующую серию Росбрейн Кап. Тоже хорошо. Вчера с Бэйн уже на своем имени собирает бабло. Да, но у него есть условия. Если на турнире, на котором 90к соберется еще 90к, то он закидывает еще 90к на следующую серию. Понимаешь? Он сам себя, типа, в такую систему ставит, где он постоянно попадает? Нет, потому что ему хочется видеть, что комьюнити не все равно, что он вкладывает, я не вкладываю. Потому что это, вовремя, очень важно. Наверное, надо взять пример для себя. Ребят, я вам заплачу 90 тысяч зарплаты, если вы еще соберете 90 тысяч зарплаты. Попшели с Бизами вчера. Ваня и Маша. Ваня, Маша? Твои старые. Мело. Ты их знаешь точно. Ваня и Маша. Мари. А, ее да. Вот. Французский сказал, я сразу понял. Марлон, Марлон. Вот, в общем, турниры будут, информационная поддержка. У них появилось больше свободы. Они могут бахать в лаунчер, наш плеер. Сегодня, кстати, был лаунчер в батлнете, плеер гидгеймовский. Не знаю, как ты это сказал со статистики, потому что ты не смотрел еще статистики. Но посмотрим, проверим. Да потом посмотрим. Завтра приеду, посмотрим на свежую голову все. Молодец. Такое прям замечательное, замечательное. Хорошо. Нет, почему? Я вообще не обижаюсь. Слеза уже пошла. Так, ну мы стареем. Нет. Мы нет. Я да. Да. Почему? Стресс? Полячки есть? Ну, я... Нет, нет. Ну, я просто смотрю, перехожу на всякие мероприятия для 20-летних. Там вот такая... А что за мероприятие для 20-летних? Что за тусовки у вас там... Ну, там... Все вот так. И я не понимаю ни музыки, ничего, но... Мне тяжело. Тяжело уже. Переживаешь. Время... Самое время это осуждать начинать. Ну, это я поймал себя на мысль, что хочется, а нет. Хочется уже начать осуждать, но и такой думаешь, ну нет, ничего. Ну нет, нормально. Да, и наступить. Кайфуйте, ребята, как умеете. Самое главное это самовыражать. Самовыражение, да, то есть... Хочешь, выражай так, хочешь так. Ну, то есть надо как-то попроще к этому, а что нотации читать? Ну, делают, ну делают какие-то ошибки, делают. Иногда это пошло, иногда это вульгарно. Но это уже как бы с опытом приходит. Пока... Ну, пусть творят, что творят. Это все такое какое-то... Ты же помнишь, как в халате в магазин ходил на спорту? В женском. В женском халате я... Я говорил тогда по телефону. Я не заметил. Я вышел и просто разговаривал по телефону. Ну, кажется, в спорты проиграл просто. Не знаю. Простите, это нельзя в эфир. Ну, чего не должно было быть. Не мои грехи. На меня тоже вешают. Да? Ладно, потом. Так. Чем по жизни занимается саморазвит? Саморазвит, конечно, возраст уже хочется, а нет. А он о другом. Я подумал как раз, что хочется, а нет. Ну, я думаю, что пресс еще может быть. Мои женщины, они, пресс-славы. Нет. Женщины, они наоборот. Потому что они становятся... Мне было... Моя первая женщина, мне было 16, ей 23. Поэтому... Я всегда как бы... Я сразу понял, что можно пропускать. Когда ты... Да-да, войдите. И переходи сразу... Я, собственно, в том возрастном... В возрастной категории, как выдержуете. Хорошо, Брюс. В киберспорте ты хочешь поучаствовать, но до сих пор не понимаешь уже как. Да. То есть меня тут пригласили сначала там деканом в зимах вести там какие-то спортивные... Да. Я сначала типа да. Типа вроде прикольно. Надо и растить кадры. Потом я увидел, кто пришел, кто другие как бы типа люди. И уже там типа коммерсы. Я не очень люблю компакт, но типа когда речь идет о киберспорте, то да, должно быть... Коммерция должна быть, но коммерция не должна определять. Типа, сколько ты знаешь проектов, которые плюсовые в киберспорте в России? Кто там про коммерс рассказывает, интересно? Я не имею в виду те, которые получили инвестиции и все еще живут, а те, которые в плюс работают стабильно. Ты не можешь жить без инвестиций. Ну, история таких случаев не знает. То есть, например, последнее экономическое чудо, которое там было... Я сам переписывал кипятком от того, как компания Huawei выиграла. Ну, то есть было две компании. Apple, Samsung и все остальное. На двоих у них в деньгах было 80% денег. То есть они поделили рынок, и все остальные были просто derang. И тут компания, у которой было меньше 1% рынка, двигает Samsung. И я подумал, нет, еще можно делать там типа честная конкуренция, там что-то там и так далее. Но оказалось, что это все на деньги китайского ФСБ и так далее для того, чтобы собирать информацию. Они просто демпинговали, они делали то же самое, что делает Samsung. Минус плюс 10% в качестве, минус 10% в цене. Вот и вся формула. Берешь деньги, инвестиции военные, берешь продукты, и все, качаешь. Вот и все. Apple тоже появился на ЦРУшной бабло, поэтому без инвестиций ты не можешь вырасти. Да, это делаешь. И поэтому, когда вот, я думаю, из тех, мы же с тобой, по-моему, со всеми встречались, мне кажется, вот эти из РК-системы, они были, ну, самые, скажем, приличные. Хотя это не мешает им заводить уголовные дела, там, кофе-кого-то, а кто их должен денег. Обрызов или обгрызов, вот то, что там от Александра Медведева, это он просто не отдал деньги Грибсу Бергу, вот, и полетел. Интересна ваша жизнь в Москве. Это не в Москве, это в мире. В Москве просто немножко видно. И... А к чему мы вообще? Куда мы ушли в политику? И я к тому, что... Кто-то преподает e-commerce в киберспорте. Да, но... И здесь вопрос, что люди... Ну, то есть, мы еще не написали программу ничего, уже какие-то 90 человек купили курс за 70 тысяч. Вы что, дебилы? Я... там, Лендос работает. Я это все видел, оказывается, по контексту эту рекламу, мне вкинуло. У них довольно агрессивная маркетинговая была тема, и они это прям продавали и продавали. Нет? С одной стороны, это хорошо, это вовлечение. Но... Мне кажется, что ты не можешь вовлекать людей. То есть, ну, у тебя нету такого психологического права, что ты человеку говоришь, пройди курс обучения, стань киберспортивным менеджером, если киберспортивные организации не будут брать этого менеджера. Все, кто приходил ко мне из вышки, да, они... не подходят. Они не... Ну, то есть, те знания, которые им дали за 200 тысяч рублей, там, за полугодовой курс, это не знания, это просто лекция. Это... Ты пришел послушать, как... А ZeroGravity вообще по Skype присоединялся, не было ни программы, ничего. Сегодня я рассказываю это, сегодня я рассказываю это. Вы что, ребята? Вы, если хотите, чтобы следующий слой давал плоды, ну, в них нужно, как бы, им нужно дать инструментарий, им нужно дать не только вся теория, ну, блин, труха, практика. Если район, гейнг, другие не будут принимать этих людей, если им не будет даваться, как это называется, когда куда-то посылаешь, или стажировка, да, и стажировка тоже не работает. Ну и все. И когда ты смотришь на то, что система, она финансово ликвидна, но, как бы, ты видишь, что это в никуда, и вдруг расплодишь кучу-кучу человеков, которые будут еще думать, блин, чувак, ты же меня обучал, тебе не берешься на работу. А я знаю, что мы тебе, ну, как бы, что мы тут все собрались. Ты тоже самое мог сам научиться, ты мог просто взять и прочитать это. Формация доступна. Так, ну, хорошо. Нет, все нормально. Мы вам не мешаем? Да нет, мы хорошо очень общаемся. Единственное, что... Брюсу большой привет от Аспиранта тебе привет. Помнишь Аспиранта? Конечно, стоп. Какой, Брюс, классно, говорят дельные вещи. Ну, я соглашусь. Ошибаешься ты, да? Я бы тоже так сказал, но я слишком хорошо знаю, где все. Брюс Шарик. Росбрейн предлагал вам все матч, Старик сыграть. Но я думаю, что у нас просто мало времени. Сейчас нужно Старик ставить. Мы всем что-то должны ливнуть. Старик, где компьютер без... Я думал, интервью пока остается Старик. Спасибо. Спасибо, Брюс. Ладно, давай на какой-нибудь положительной ноте закончим, потому что хочется... Есть продажник хороший? Вот мы маркетолога какого-нибудь хорошего ищем, чтобы как раз если... Ну, нет, продажник есть, маркетолог. Фигарный. Мажорная нота. Мажорная нота. Я считаю, что... Ну, сегодня на панели я слышал от Макса Наркедорфа, который Red Square, да-да-да, очень много негатива по поводу того, что киберспорт говнее и все... Прямо цитата. Киберспорт говнее и все плохо. Я считаю, что от нас зависит гораздо больше, чем думается. То есть, если так смотреть, то все математически отрицательно. Ну, то есть, у тебя никогда нету 100% вообще ни в чем. То есть, вообще нету нигде в гарантии. И есть только ровно то, во что ты видишь. И поэтому очень важно сначала поверить в себя, в свою идею, найти эту идею и просто делать. Но, естественно, сверять стрелки часов с адекватностью, с реальностью и искать какие-то... Постоянно объединяться, укропняться, консолидироваться и в то же время партнериться. То есть, ты должен быть, чем бы ты ни занимался, ты должен быть такой экосистемой. Ну, то есть, впускать-выпускать деньги людей. Ну, то есть, это не одни и те же. То есть, все должно меняться. И люди, которые из твоей экосистемы выходят в какие-то другие проекты, они потом все равно думают, как бы это закоммутировать. Из-за того, что мы такие, как варвары, ну, там, есть форс, есть форс, все холдинги очень закрыты, нельзя ни с кем кто-то обсуждать. Все сделки закрыты. И никто, на самом деле... Ну, и это и останавливает рост. Страх. Страх. Ты нашел, типа, какую-то жилку, жилку, как можно генерить бабло? И ты не хочешь, чтобы этого узнал. А сначала каждый из них заходит, там, ты помнишь, и телепейников, там, и остальных, которые, там, ребята, мы с вами до конца, сейчас вы крупнее, потом мы вам отплатим, вы нас кочнете, мы вас кочнем, но это не работает так. Ну, истории хорошие, но они потом ничем не заканчиваются. Поэтому очень важно ввести то, что ты делаешь. Можно помогать таким людям и не бояться того, что они тебя не занудут. И самое главное, продолжать делать свое. Не делай свое, тогда работай на судьбе и не стиль. Или... Есть о чем подумать? Есть о чем подумать? Еще себе. Да, классно. Это же прям, прям, да. Позитивший козаки, да. Ладно, передай, передай чего-нибудь. Ты вчера играл, прикинь, старым боксером, да. А как ты узнал, что это именно вот? Я, конечно, на вести зашел, типа, там, папский канал, я еще помню. Зашел? Только боксеры сидит. Нет, нет, там не... Ну, там все вот эти, флешки, вся тусовка. Вот, сидит с лейер-боксер такой. Такой 1v1, LTE. Я такой, блин. Я такой, такой, о, ретро, ты иди сюда. Я, блин, LTE, иди сюда. Ну, играли долго, там, летали, летали туда-сюда, но, как бы, понятно, хуй с бред-бред. Я ему написал, ты не переживай, зато в кокере поднимаешь. На корейском написал. Нет, на английском. Ну, он понимает английский. Врач, что ли? Он же ставит, лейер-боксер с ракет. Поксер с ракет. Понимаешь? За 40, куда там, 42 ему. Позитивная нота такая, да, отлично. Друзья, спасибо вам за то, что смотрели. Спасибо вам за... Да, смайлы ставят. Кто-то понимает, кому-то не хватает опыта, чтобы понять. Надо прощаться. Хороший был стримфест. Большое спасибо вам за то, что посмотрели, за то, что болели, за то, что турнир поддерживали. Все вроде прошло гладко, трансляции не падали. Победил сильнейший, отличный призовой. Много интересных гостей у нас сегодня было. Фогич, нейтрон, они пошли кушать сразу после этого. Хорошо. Напоследок скажи что-нибудь хорошее и закругляемся. Только вот позитивное, прям хорошее. Пожелай что-нибудь людям, которые хотят что-то сделать хорошее. Есть только два чувства. Любовь и страх. Делайте все из любви. Любите, делайте. А все, что каждый раз, когда где-то появляется страх, это как бы надо проходить. Просто верьте, делайте. Любите кого-то, можете делать, занимать все что угодно. Любите свое дело, значит, и дело будет жить. И, а любовь и т.д. Эргия. Вот и все. Спасибо, Брюс. Всем, всем хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok